К нам никто не едет, никто не заезжает. Москаль как-то нас обижает, все время на УТОШКОК уедет, он полюбляет. Никто не заезжает с вас, председатель по телефону прозвания, созваниваемся с председателем. Нам губернатор электричество не помогал делать, мы сами, с военными договаривались, спросили военных, опять же винницкие военные стояли врачи. Они прошли по минному полю, посмотрели, мин нету, потом делали электричество, сделали, помогли, сделали своими силами и с помощью РЭСовцев. Сделали электричество, есть, да. Больше месяца не было электричества. А зимой много уехало? Много, поуезжало. Зимой, наверное, человек 200 осталось, а не больше. Старики, пенсионеры, кого хозяйство пооставалось, жалко же коровушные брусы. Хотя есть такие, что и попродавали и худобу, и уезжали, потому что тяжело было. Когда обстрелы шли, очень тяжело было. И когда шли обстрелы, обычно обстрелы шли ночью. Как-то хаотично, никто ничего не знает. Например, стреляют, стреляют по 25-м посту. Потом последние три снаряда шарах по силу. И вот, знаешь, и ночью. А сейчас много уже вернулось? Ну, не много, но возвращается. Когда тихо, вот сейчас стало тихо. Возвращается. Потому что, сам понимаешь, людям, как нехорошо в гостях, а думай лучше. Так, где? Тут гуманитарство стоит. Да, ну. Смотри. Давай, девчонка. Вот это будет. Три пакета. Иди, позаимай очередь. А ты занимайся. Нужно хашком. Ага. А какая у вас победа? Да. Туда пошли. Упали. Там есть кондитер, осыдовательщик. Брата, там у дедушки, да? Повтори. Бежите. Да, да. Повтори! 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 В чем же проблема, что пенсию не возят сюда? Почта не работает. Ну, хотя бы там уже определенные идеи определили, чтобы нам привозили там раз-два в месяц пенсию. Как на Нову Тошку, как Крымское возят. Ну, кто на карточках получает, то и в Лещанске и Середонецке отсымает. Нагорском есть банкомат. Ну, а так, просто те, кто почты получал, все попасно получали. Это очень неудобно, потому что людям добраться туда тяжело. Нанимают машины с пенсии, надо уже отстегивать за машину, за транспорт. Уже теряют. Ну, сейчас с понедельника должны, вот с этого понедельника должны маршрутный автобус запустить. Будет, я с этим, с перевозчиком договорился, он оформляет документы сейчас там. Будет с Новой Тошковки курсировать через нас, через Горск, на Пафас. И обещают, норвежцы тоже пообещали автобус запустить. Такой гуманитарный автобус будет ездить. И их автобус будет ездить тоже с Новой Тошковки, на Севердонецке. Ну, как Севердонецке, областного центра. Вот это обещают. Маршрутная? Да. И на шахтах получали люди уголь. Шахты закрыты, и уголь шахте отдавали там. Некоторым уже по закрытым шахтам компенсацию выкладывали, а некоторым выдавали андроцит. Андроцит все там подсепарано. Свердло в коровеньки, андроцит сюда не выдают. Вот, получается, второй год андроцит не выдают, не получают. И компенсации не выдают. Обещают, что денег нет. Тоже проблема. Вот это еще лето такое. Переживут, а уже зима следующая, если не устаканится, если не настанет мир, будет тяжеловато. Очень тяжеловато будет. Мы вам где-то остановили, а вы же своим раздадите. А сколько вы уже раздали ребятам? Мы не читаем. Местным населением даем. Кто в этом нуждается, то он дает. В Тошкинке. В Тошкинке там есть 3000 населения. Две недели назад все получили. А что вы даете? Крупы. Перловая, пшеничная, пшено, сало, печенье. А вы какая прихода? 24. Вот у нас стояли Житомирская на посту. До сих пор перезваниваемся, звонят. Они самые первые стояли 25-й посту. Им вообще тяжело было. И с продуктами тяжело было. Совсем обжиться тяжело было. Они на голое место их бросили. И водой помогали. Они у нас все лето по воду ездят. Потому что вода же там нет на переклюске. У нас жара лето. И до сих пор звонят. Как покажут наши орехи где-то в новостях. Уже звонят. Что там у вас спокойно? Уже переживают. Комбат говорит. Я переживаю, как за свое село. Я бы так сказал. Не то, что большинство. Наверное, вся. За Украину. Вся за Украину. Знаешь, сочувствуют. Потому что у кого-то там родственники есть. Кого-то там что-то пооставалось на той стороне. Ну а так в основном. Чтобы Россия тут была. Или за какую-то Новороссию даже никто речи не выдаст. Украина есть Украина. Государство. Какие-то законы. Знаешь. Хай может они не всегда выполняются. Не всегда что-то придерживаются законов. Но они есть. Они работают. Спасибо вам. Дай Бог вам здоровья.